Дроцена в качестве материнского растения дают отличные побеги для размножения. Размножают растения черенкованием. О том, как размножить дроцена черенками в домашних условиях, когда и каким способом проводить процедуру, вы узнаете из сегодняшней аудио статьи. Размножение дроцены черенками в домашних условиях. Традиционно дроцина размножается черенкованием. Метод подходит для растения тем, что снижает площадь механического повреждения и позволяет быстро укоренить черенок, не вредит растению в целом. Какую часть использовать для черенкования? Для черенкования дроцены используют верхушечные или же боковые побеги. Стречь черенков в домашних условиях необходимо осуществлять острым ножом. Можно ли использовать секатор или ножницы? Для среза черенков дроцены лучше не использовать ножницы или секатор, так как они увеличивают площадь повреждения, нарушая целостность ствола. Нож гораздо более эффективный инструмент для обрезки дроцены. Его необходимо продезинфицировать перед использованием. Обработать можно и кипятком, а затем простерилизовать спиртом. Как заготовить срезанный черенок дроцены? Срез черенка дроцены с верхушки или боковой части делают горизонтально. После отделения черенок дроцены обмакивают местом среза в порошке биостимулятора, например, корневина, после чего углубляют почвенную смесь. Размножать дроцены черенками можно в обычной земле, приобретенной в магазине или в субстрате, который приготовили самостоятельно. Нередко черенки дроцены перед углублением в почвенную смесь погружают в воду для образования корней, но эта процедура не обязательно. Содержание дроцены после черенкования. После черенкования дроцены необходимо содержать в подходящих условиях, а значит, выставить почвенную смесь черенками в тепло. Весь период окоренения развивающийся черенок дроцены нуждается в тепле, влажности и проницаемости грунта. Последний критерий обеспечивается с помощью правильно подобранного состава. Земля для укоренения дроцены должна быть легкой, питательной и пропускающей воздух. Для усиления эффекта воздухопроницаемости, почвенную смесь после полива и подкормки немного подрыхляют. Процедура рыхления должна стать одной из основных по уходу за молодой дроцены. После укоренения черенков дроцены в домашних условиях используется процедура ухода, которая максимально подходит для молодых саженцев. Как же ухаживать за черенками дроцены в домашних условиях? После размножения дроцены черенками необходимо переместить растение в тепло с повышенной влажностью воздуха. Сделано. Кроме соблюдения температуры и влажности воздуху, цветоводу нужно регулярно поливать дроцену. Хорошо. Дальше полив осуществляется исключительно теплой водой или водой не холоднее комнатной температуры. Регулярный полив почвенной смеси дроцены сопровождается рыхлением почвы для увеличения воздухопроницаемости. В случае, если черенкованные дроцены приходятся на холодный период или же в погодных условиях очень неподходящих, размножить дроцены надо, можно прибегнуть к следующему методу. Черенки дроцены обрезают по аналогичной схеме и погружают почвенный субстрат. После того, как черенок углубили в землю в горшке, его накрывают банкой или же формируют мини-тепличку с помощью колышек и полиэтилена. Конструкцию регулярно снимают, проветривая черенок, и поливают молодую дроцену. Таким образом, можно защитить молодые побеги и увеличить влажность воздуха и тепло в неподходящее время для размножения дроценки.